Страна у нас действительно большая. Немало и народу в ней живет. Кто-то не видел Ягеля, а кто-то Молочая. Мы постараемся все показать. Опять идем в поход. И снова едем в наш любимый Питер. Белые ночи там хотим мы посмотреть. А заодно хотим развод мостов увидеть. И вам все показать. И может песню спеть. Уважаемые любители рок-музыки, мы решили зайти перекусить между концертами, между хэви-металистами в «Ласточке» и между утяжеленным роком. Слегка утяжеленным электронным таким гитарным роком в «Дюнард». Пойдемте перекусим. Ресторанчик называется «Дюнорд». Здравствуйте. Кто нас накормит? Есть такие люди? Располагайте за стол, пожалуйста. Кормите. Вкусно? Ловлю на слове. Пойдем. Пойдем. Сейчас мы возвращаемся туда легкий рок. Слушать группу «Эля Крэг Индианс». А тут решили перекусить. Во французском ресторане. А я люблю французскую кухню. Она, знаете, изысканная, хорошая. Такая тонкая. Вот обратите внимание. Русская крошечка со сметанкой. Но ее оригинальное, знаете, в чем состоит? Вот это клубничный квас. Я такого не пробовал. Ну, попробую. То есть окрошка наша традиционная. С мясом там, с говядинкой. Ну, с яйцами, с картошкой, со всеми подряд. С зеленью, но на клубничном квасе. Надеюсь, что мне понравится. Ну, вот так. Сметанки не пожалели. Французы, между прочим. Ну, официанты это русские. Говорят, «Дон аппетит». Ну, на самом деле блюдо изысканное. А моей любимой супруге принесли салат с индейкой и с всяким сыром. С помидорчиками. Сейчас будем пробовать. И вы знаете, воду принесли. А вода прекрасная. Прям такая освежающая. Называется... Ну, не знаю, по-французски читается. Ну, да, уже. Вот так. Вода прекрасная. Пробую окрошку. На клубничном квасе. Ну, неплохо. Не оригинально, реально. Но я бы подсолил. А в соли не вижу. Уважаемый любитель рок-музыки, мне прости соль с автоматическую. Видите, она такая... Ну, люблю чуть посолонее. Но я вам хочу сказать. Классное, оригинальное блюдо. И оно изысканное. Знаете, к чему изыск? Мы ж-то привыкли по-народному, по-постонародному. Колбаски вареные, докторской нарезы туда по-быстрому. А тут говядинка отварная. А это уже изыск. Все-таки, знаете, окрошка с говядиной, это уже аристократично. Хоть и блюдо простонародное. Вкусно. Реально вкусно. Вот этот публичный класс, который они сами здесь делают. Они так написали, что они забраживают его здесь сами. Вкусно. Очень оригинально. Классно. И охлаждается. Потому что сегодня в Питере 30 градусов. Классно. Молодцы. Уважаемые любители рок-музыки, принесли второе блюдо. Путиная печень. Со всякими соусиками и какой-то стружкой. Ну и булочками. Свежие. Мягенькие-мягенькие. И скворячие. Но прежде чем есть, я расскажу вам историю, как я первый раз попробовал французскую кухню. Это было в далеких непонятных годах. И попал я, конечно, не в Париж первый раз, а в Канны. В яйцо Канны. Так вот. В ресторанах, понятно, там авторская кухня, везде практически повара перед другом щеголяют, там выделываются и придумывают всякие-всякие. Кто кого переиграет. Но подтверждение того, что французы, великие гурманы, великие повара, было то, что даже уличная еда, всякие бутерброды, всякие там, даже вот эти сосиски в тесте, там еще чем-нибудь. Все было вкусно. Вот это меня удивило. Больше целого. Не ресторанная еда, а уличная, которая была вкусная. Вот. Сейчас пробую лутиную печень. Я не стал брать второе блюдо, потому что для меня много. А вот паштетика. Чуть-чуть. Хорошая лутиная печень. Холодная запуска. Вот. Вкусно. Видите, она до состояния мусса доведена. Нежная, нежная. Попробую теперь со сладким соусом. Ну, или не знаю, какой он сладкий, не сладкий. Попробую. А ну. Хрустящий лучок. Хрустящий хребрик, горячий. Холодная лутиная печень, чуть-чуть солевая. И сладкое варенье из цедры апельсиновой. Разбирается товарищ. Я бы сказал, официант, потому что передал мой поклон. Повару. Русский, кстати. Умеем. Ну, быстро все. Все реанимаем. Уважаемые любители рок-музыки, но без тоста как. Тем более, что мы зашли во французский ресторан. Называется он Дюнорд. Ну, прекрасный ресторан, между прочим. Не дешевый, сразу вам скажу, на Олиговском проспекте. Но вкусно. Вкусно, реально вкусно. Поэтому хочу выпить за русско-французскую дружбу. Думаю, наконец-то она должна у нас возродиться. Помните? 1812 год. Наполеона, Кутузова, Байклая де Толли. И после того, какой тот мужик у них там вертолетоносцы запретил нам продавать. Надеемся, что сейчас Макрон то дружбу наладит. Поэтому давайте за русско-французскую дружбу. Уважаемый любитель рок-музыки, а я сегодня не обедал, имею право. Даже мой продюсер, режиссер не возражал много и долго. Сказал, ну ладно, раз ничего не обедал, не ел целый день, а по концертам ездил, имеешь право. Поэтому я взял вот это пирожное, оно называется Минутка. По-французски это там Минутки? Что-то такое. Минутка. Сейчас попробую под кофею. А ну. С орешками, глянь. С голубичкой. А ну. Снизу бисквит, по соединению шоколад, сверху суфле. Такое мармеладное. и посыпанное орехами клубничка. Вкусно. И ненавязчиво. Ненавязчиво. Ммм. И вкусно. Я просто обязан выпить за своего режиссера и продюсера, за ее великодушие. Что она разрешила мне сегодня побаловаться. Между концертами. За вас, Елена Ивановна. За за ваше благородство и добродушие. И такую снисходительность к нам, к музыкантам, к обычным. Уважаемые любители рок-музыки, наш ужин такой мимолетный, завершен. Значит, для нас это открытие. Этот ресторан Дю Норд на Лиговском проспекте. Прекрасный ресторан французской кухни. Рекомендую, между прочим. Это раз. И вчера у нас был день посвящен нашей великой армии, нашему великому народу, защитнику Отечества. Мы посещали артиллерийский музей. И вчера пили за славу русского оружия. Сегодня у нас весь день посвящен рок-н-роллу. Поэтому за славу русского рок-н-ролла. И мы сейчас едем слушать две группы. Энергин Марс и Электрик Индианс. Ну, в первую очередь мы едем слушать Электрик Индианс. Поэтому давайте за славу русского рок-н-ролла. Для тех, кому это интересно, то об этих рок-фестивалях и группах я рассказывал 6 июля в блоге номер 67 о фестивале в Дюнах, 7 июля в блоге номер 68 о хэви метал гиге в Ласточке, 8 июля в блоге номер 69 о группе Инвертор и 9 июля в блоге номер 70 о группе Электрик Индианс. Эти блоги можно посмотреть на наших аккаунтах и в Ютуб, и в Инстаграм. из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вангесцензуры расскажет рокер Валащук Валащу 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 Субтитры